В рамках программы «Приоритет-2030» состоялся рабочий визит Казанский федеральный университет научного руководителя программы Андрея Волкова. Встреча прошла в Институте фундаментальной медицины и биологии. Руководством университета было заявлено пять проектов. Сегодня мы представим ряд проектов, которые действительно работают на те задачи, которые сегодня стоят перед страной. Это задачи и импортозамещения, и задачи сохранения целостности и российского образования, и российской науки. Помимо этого Дмитрий Таюрский поделился планами на создание новых лабораторий, которых не было в проекте 5100. А также поведал о продвижении технопарка университета на базе Международного выставочного центра «Казани-Экспо». Первый проект представил директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов. Он рассказал о здоровье-сбережении не только внутреннем, но и внешнем. Проект сам по себе состоит из реализации четырех стратегических таких вот субинициатив. Первое – это здоровье-сбережение человека. Второе – это здоровье-сберегающая среда. Третье – это цифровое облако или цифровое покрытие всех этих двух процессов. И, наконец, это подготовка новых кадров, новых образовательных программ как раз именно в этих моментах. Директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Дмитрий Чикрин рассказал о проекте, состоящем из трех направлений. В направлении деятельности мы работаем, мы разрабатываем IT-решения для медицины. Второе – мы разрабатываем IT-решения для тяжелой промышленности. И третье – мы разрабатываем IT-пособственные решения для образования. Про ректора по внешним связям Тимирхан Алишев рассказал о гуманитарном проекте и о задачах, которые стояли перед университетом. Также речь шла о создании междисциплинарных проектов. Первое – это платформенное решение по УГБТ. Очень интересная на самом деле платформа, особенно на тех движках, которые мы разработаем в части распознавания речи. Это пример взаимодействия трех институтов. Это институт психологии и образования, институт инвентарной медицины и биологии и институт учреждения математики и информационных технологий. Создается платформа для работы детей и логопедов ради контроля родителей. Всего в программу «Приоритет 2030» вошли 106 университетов из 49 городов России. Они получат базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей. Отбор программы осуществила комиссия Министерства науки и высшего образования РФ. По итогам очередного этапа защиты КФО занял первое место в первой группе по треку «Серриториальное и исследовательское лидерство». Таким образом, суммарный объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фариз Ахитаглы, Универньюз.